Всем привет! С вами, как всегда, Алонсо Капелло, и сегодня, пацаны, я вам хочу показать, что же я заработал на красном сервере за целый год, и от чего мне пришлось отказаться, чтобы перейти на голд. Короче, что же я всё-таки потерял при переходе, а потерял я многое, так что прошу тебя подписаться, ну, жмякнуть колокольчик с лайчиком. Подпишись! Запускаю для вас ещё один конкурс на косарик доната, кстати, вот победитель с прошлого. В общем, ребятки, вам всего лишь нужно перейти на голд сервер, зарегистрироваться на мой ник Алонсо Капелло, и ввести мой промокодик хэштег Алонсо, и за это вы получите 65 тысяч на пятом уровне. После чего вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и жмякнуть на лайкосик, досмотреть видосик до конца и написать комментарий. И если ты это всё выполнишь, то выиграешь, может быть, именно ты. Ну а теперь поехали к видосику, приятного просмотра! Надеюсь, ты подписался. Уже целую неделю я не заходил на этот аккаунт, и вот зашёл. Так, откуда-то у меня ещё есть випочка на 15 дней, это неплохо. Давайте посмотрим статистику моего аккаунта, и мы увидим то, что у меня 13 уровень, очень топовая симка 1131, да и, в принципе, ничего нету, кроме випки. Давай посмотрим, что по донатику, по донатику у нас, в принципе, ничего, 65 рексах, это такое. И какой у меня прокачанный промокодик. А тут у меня 1100 вводов, но это, конечно же, мало, потому что промокодик без хэштега, но это ладно, ничего. Давайте посмотрим, сколько пришло там. 200 косых, тоже неплохо. И так у меня уже почти два лямчика на руках. Ну, ребятки, в принципе, что у нас по донату? А тут у нас 180 рублей. Наверное, давайте откроем какой-то кейсик, там за 70... Может быть, загрузится уже? Ага. Пацаны, короче, очень сильный у меня интернет сегодня, так что, в принципе, кейсы мы не откроем. Так, ну и что же нам ещё нужно посмотреть? Какие же у меня есть автомобили? А тут у меня очень много всякого хлама. Ну, что стоит выделить? Это, конечно же, Джету и Ауди А4. Это тех самых две тачки, которые, в принципе, стоят по 100 миллионов. Но уже на рейде, конечно же, Джету за 100 лямов не продашь, потому что экономики просто полная жопа. И она стоит где-то лямов, так, 15. И то, не знаю, возьмёт её кто-то за лямов 15 или нет. Ну, короче, всё приравнивается к госстоимости. Съезжаем с нормального асфальта на какую-то вообще дорогу, выбитую машинами. Короче, заехали мы в какое-то село и едем за моей тачуней. За моей красоточкой, за самой топовой тачкой на красном сервере. Ну, я так думаю, по крайней мере. Не знаю, как думаете вы, но мы уже почти доехали. И это село Горель, ребятки. Кто знает, тут был мой дом, но его уже, к сожалению, нету. Вот такой домик у меня, ребятки, был. Он уже, к сожалению, слетел. Какой-то там козырный перец уже в нём живёт. К сожалению, я не знаю, сколько он там может стоить, этот дом примерно. Но лямов так 5, я думаю, он стоит. И это тоже минус имущество. А ещё в этом доме в шкафу лежит мой скин за 5 лямов. Короче, минус 10 хк на ровном месте. Ну, а теперь же давайте загрузим нашу Ауди А4. Вот такая лайба у меня есть, пацаны. И эта тачка стоит примерно 100 миллионов, потому что она меняет цвет сама по себе. Но если бы ещё и диски меняли цвет, то эта машина бы стоила около 150 миллионов. Ну, короче, если так, то она, в принципе, одна почти на все 16 серверов, которые будут. Она реально одна. Такая есть только не у... только у меня. Боже, аж заговариваюсь. Такая есть только у меня. И больше ни у кого такой нету. Короче, я думаю, нужно прокатиться. Выезжаем, пацаны, на ровную прямую подрубаем нитрушечку и топим вовсю. Чтобы посмотреть всё-таки, какая же максималка у нашей Ауди. Ну, а едет она, походу, максимум где-то 300, что ли. Ну, хотя нет, ребятки, 290 это прям её максимум по прямой. Ну, может быть, с горы она поедет где-то 300. Но максималка её всего-то 290. Короче, полетели дальше. Следующая машина, от которой мне пришлось отказаться из-за перехода, на которую я копил очень долгое время, которую я хотел себе для видосов, это Volkswagen Jetta, пацаны. Я её купил за 13 лямчиков, вообще по дешману, так скажем. И, в принципе, мне приходится от неё отказаться, чтобы перейти на голд сервачок. И я потерял, можно сказать, 13 лямов. Ну, а вообще, по сути, в начале, в начале открытия каждого сервера, эта такая тачечка стоит примерно 100 лямов. Ну, по фактам, я потерял где-то лямов 100, а, в принципе, потерял где-то лямов 13. Ну, в общем-то, я думаю, на ней тоже стоит прокатиться и почувствовать её максималочку. Но вот я только за неё сел и сразу могу вам сказать, что рулевое управление у неё немного потяжелее, чем у Audi. То есть, это немножечко такая кабаниха неуправляемая, но всё-таки это очень топовая тачка. Да и мусорам можно вообще не включать ни поворотники, ничего. А я-то всё-таки на ППС еду, ребятки. Так, давайте найдём ровную трассу. Итак, пацаны, включаем, короче, в себе Ярика Вадилу и разгоняем эту тачку до максимальной скорости. Ну и, в принципе, мне интересно реально, сколько она разгоня... Воу, воу, вот это было, да, вот это манёвры. Я ж вам говорю, нужно в себе включать Ярика Вадилу. Короче, примерно 300 км в час разгоняется джеточка ППС. Ну, блин, у меня почти это получилось. Давайте вот прям без нетрушечки, тапочку в пол, аккуратненько, посмотрим, сколько по правде разгоняется эта машина. Ну, что-то прям неуверенно она взяла свои первые 200 км, 230, 240, ну, прямо как-то медленно. Не знаю, чего это зависит, прям под нетрушечкой очень люто она разгонялась. Ну, тут мы видим то, что пока что 280 км в час свои она берёт. Так, 290, 300, 300, неплохо, неплохо, 300 км в час. 300 км в час было. Ну, почти, почти, Алонсо, Алонсо, что ты делаешь, Алончо, Алончо. Короче, пацаны, тачечка едет примерно 300 км в час. Так что, если у вас есть лишние 100 лямов, можете себе покупать такую. Ну, а мы идём дальше. И давайте подведём итоги, всё-таки, сколько же я потерял из-за перехода. У меня было 2 очень дорогих машины, примерно стоимость по 100 миллионов. Ну, джета уже упала в цене из-за экономики. Ну, в общем-то, 2 машины по 100 лямов, 200 лямов. У меня был Бизак, закусочная в Южном. Он тоже слетел, но примерно он стоил там лямов так 40. То есть, 240. У меня был дом за 5 миллионов, и в доме остался скин за 5 миллионов. То есть, я ушёл в минус примерно на 250 лямов. И всё ради вас, потому что вы хотели путь бомжа на новом сервере. Короче, ребятки, вот такой видосик у нас получился. С вами, как всегда, был Алон Сакапелло. Всем удачи и всем пока. Не забывайте ставить лайки.